Глубокоуважаемые Лали Михайловны, Любовь Юрьевна, глубокоуважаемые коллеги. В онкологическом научном центре я руковожу одним из отделений реанимации, и мы специализируемся на вопросах детоксикации. Это прежде всего органная и полиорганная токсичность, полиорганная недостаточность, вызванная разными причинами в процессе лечения онкологических больных. Что такое печеночная энцефалопатия? Это комплекс нейропсихических расстройств, которые проявляются когнитивными, поведенческими и нервно-мышечными нарушениями и являются следствием нарушений детоксикационной функции печени и портосистемного шунтирования крови. Вот два кита. Прежде чем мы подойдем к практическим и конкретным вопросам лечения, мы чуть-чуть остановимся на вопросах патогенеза. Чтобы понимать логику наших лечебных воздействий. Три теории приняты в основном. Токсическая, теория ложных трансмиттеров и теория нарушения обмена гамма-аминомасляной кислоты. Типов три. Тип А развивается при острой печеночной недостаточности. Тип Б при остром портосистемном шунтировании. В отсутствие клинических признаков хронической печеночной недостаточности. И при отсутствии данных за цирроз. И тип С развивается у больных циррозом. И по жизни наиболее распространенный тип. Я ни в коем случае не буду углубляться в вопросы патогенеза. Александр Васильевич очень подробно об этом рассказал. Обращу внимание только на следующее. Поскольку больше принята первая токсическая теория патогенеза. То главный упор делается на астроциты. И на то, как они страдают в своих разных неблагоприятных условиях. В норме они поддерживают сохранность гематоэнцефалического барьера. И проникновение в ткань мозга всего того нежелательного, что нарушает функции. Участвуют в деактивации аммиака. В выработке нейротрансмиттеров. И обеспечивают межнейрональные связи. И астроциты, как мы знаем, это наиболее многочисленная группа клеток головного мозга. Вот зеленый слайд представляет вид нормальных астроцитов. При развитии печеночной энцефалопатии аммиак, который является главным маркером. На втором месте меркоптаны и прочее. Так вот, аммиак воздействует неблагоприятным образом на астроциты. И если в норме через ткань мозга проходит безвредно для мозга приблизительно 7% аммиака, то при развитии острой печеночной недостаточности этот процент возрастает многократно. И повышенная концентрация аммиака и его метаболитов, главным образом глютамина и кетоглютората в ткани головного мозга и цереброспинальной жидкости, приводит к частно необратимым повреждениям астроцитов. Прежде всего, страдает ядро астроцита. Оно увеличивается, набухает со всеми последующими нарушениями ДНК и РНК регуляции. И нередко даже спустя недели и месяцы после завершения лечения и исчезновения формальных признаков печеночной недостаточности, вот эти изменения так и остаются. И мы чуть дальше поговорим об этом. Поэтому сейчас принято считать, что вот эти повреждения астроцитов являются маркерами печеночной энцефалопатии. И эти клетки носят название астроциты альцгеймеровского типа, клетки альцгеймера второго типа. И они, по сути дела, абсолютно идентичны тем повреждениям, которые наблюдаются у пациентов с болезнью альцгеймера. В астроцитах в норме глютамат превращается в глютамин, а при печеночной энцефалопатии этот процесс нарушается, уровень глютамата повышается и развивается отек мозга. Это очень упрощенная схема, но она отражает то, что происходит. Нам надо этот процесс прервать, нарушение процесса превращения глютамата в глютамин. Потому что этот отек очень трудно подвергается лечебным воздействиям, и привычными методами даже в условиях интенсивной терапии справиться с этим отеком практически невозможно. Повышается концентрация азотистых продуктов, они стимулируют выработку свободных радикалов, это еще больше усугубляет процессы воспаления, повреждаются еще больше астроциты, и образуются дефектные нейротрансмиттеры, которые и определяют во многом клиническую картину энцефалопатии. Ну, кроме того, повреждается гипоталамический центр, снижается аппетит, и особенно у больных циррозом печени усугубляются катаболические процессы и белково-энергетическое голодание. На вопросах диагностики я, конечно, не буду останавливаться. Хочу обратить внимание на то, что, по сути дела, этот диагноз является диагнозом исключения, поскольку, ну вот, кроме патологии астроцитов, других патагномоничных признаков, по сути дела, нет. И исключая другие возможные варианты или причины для энцефалопатии, как то, урымия и прочее. И в совокупности с признаками печеночной недостаточности мы и выставляем этот диагноз. Естественно, я опускаю те инструментальные признаки повреждения печени, о которых рассказывала Любовь Юрьевна. Очень гетерогенные проявления. Когнитивное нарушение от минимальных, то, что относится к минимальной или субклинической энцефалопатии, которая в настоящее время выделена в отдельную форму. И двигательные расстройства тоже в очень широком диапазоне. При минимальных клинических проявлениях, они, собственно, этих проявлений вообще и нет, и эта энцефалопатия обнаруживается только с помощью специальных нейрофизиологических тестов. До очень серьезных мышечных затруднений речи, тремор, нарушения походки или вообще отсутствия двигательных функций. Это мы все знаем. Ну и, естественно, редко бывает печеночная недостаточность изолированной. Очень быстро к ней присоединяются расстройства других органов. В первую очередь почечной. Ну и страдают, естественно, все остальные органы и системы. Поэтому, если вовремя это не распознать, не принять меры, то, к сожалению, потом справиться с этим очень трудно. При полиорганной недостаточности, конечно, летальность приближается к 80% или к 100%, если это септические повреждения. Степень энцефалопатии. Ну вот выделена нулевая субклиническая или минимальная, которой и подходы еще пока к ее лечению не определены. Хотя мы тоже поговорим о том, что все-таки большинство авторов склоняются к тому, что принимать-то меры надо. Очень часто эти проявления ограничиваются какими-то незначительными нарушениями памяти. У кого-то снижением способности к вождению автомобиля. И, в общем, все это имеет настолько незначимые проявления, что в реальной жизни мы действительно относим это насчет утомления и прочих таких вот жизненных ситуаций. Первая стадия характеризуется нарушением сна, возбуждением, раздражительностью, снижением внимания и интеллектуальных занятий. И нарушается способность к счету, к сложению. При второй стадии это уже апатия, дезориентация, усугубление всего, что мы были, что было на первой стадии. Появляется уже хлопающий или порхающий тремор астерикс. И дальнейшее нарушение способности к счету. Вычитание страдает. Дальше сопор, амнезия, неустойчивое равновесие, неустойчивое настроение. Бывает, что пациенты уже на первой стадии впадают в какую-то ребячливость. Кто-то становится раздражительным, а кто-то, наоборот, впадает в детство и играет роль маленького ребенка. И мы на все это не обращаем правильного внимания, неправильно интерпретируем. Ну и, наконец, кома со всеми ее проявлениями. У больных циррозом до 85% пациентов отмечается минимальная печеночная энцефалопатия. Обратите внимание, до 85%. Немного другой аспект, поскольку мы говорим об онкологических пациентах. Депрессия, энцефалопатия, они идут рука об руку. И вот эти депрессивные состояния отмечаются у 15-25% до 60% больных. Плюс то ближайшее окружение, которое связано с этими пациентами. Еще один другой аспект, дополнительный к нашим пациентам, о котором упоминал Александр Васильевич, когда говорил о скрининге. Вот такой скрининг был проведен в Дании на протяжении 10 лет. Анализировали состояние пациентов, и целью исследования было выявить, есть ли связь между вдруг появившимися впервые у пациента нарушениями психики энцефалопатии и наличием онкологического заболевания, о котором ни пациент, ни его лечащий врач не знают. То есть является ли энцефалопатия первым проявлением неизвестного до толи онкологического процесса? И в исследование вошло более 4 миллионов пациентов за эти 10 лет. Аналитический период составлял один месяц. То есть один месяц от появления первых признаков энцефалопатии до установления онкологического диагноза. И вот выяснилось, что у этих пациентов, у которых проявилась энцефалопатия, вероятность наличия онкологического заболевания в 2,6 раза выше, чем у пациентов с нормальной психикой. А опухоли мозга в 19 раз чаще. И этот процент возрастает у более возрастных пациентов. Диагностический алгоритм Любовь Юрьевна очень подробно изложила. Он в некоторой степени дополняет то, что было сказано. Это очень простые тесты биохимические, доступные абсолютно любой лаборатории. По крайней мере, то, что находится в верхней части слайда. Если же речь идет о фульминантной печеночной недостаточности, при которой и прогноз вообще хуже, и энцефалопатия чаще имеет необратимый характер, если все-таки мы предполагаем этот вариант энцефалопатии, то необходимо более тонкие исследования с включением транскраниального ультразвукового исследования, с оценкой интракраниального давления. Ну, сразу скажу, что, конечно, эти методы доступны даже не каждому отделению реанимации, а специализированным нейрореанимационным клиникам. Рекомендуется посмотреть коэффициент соотношения ароматических аминокислот к разветвленным аминокислотам с разветвленной боковой цепью, которая в норме не должна превышать 3,5, вернее, должна быть не менее 3-3,5, а при печеночной энцефалопатии, как правило, меньше полутора. Каковы общие принципы интенсивной терапии печеночной недостаточности с печеночной энцефалопатией? Ну, понятно, устранить все причинные факторы и дополнительные источники интоксикации, включая полипрогмазию. Но, к сожалению, понятно, что это не всегда возможно. Тем не менее, это первое и главное, к чему надо стремиться. И мы в нашей практике, конечно, отменяем пациенту все, без чего он может обойтись. Устранение всего, всех источников повышенного катаболизма. Инфекции, гематомы, травмы. Если предстоит большая операция, значит, от нее пока воздержаться. Устранить дефицит альбумина. Выявить и профилактировать кровотечение в просвет желудочно-кишечного тракта. Ну и так далее. Колораж должен составлять не менее 2,5 тысяч килокалорий. И предпочтение следует отдавать растительной диете. Мы чуть подробнее об этом поговорим дальше. Поскольку все-таки понятно, что главная причина печеночной энцефалопатии это гипераммониемия со всеми последующими процессами, то вот нам эту гипераммониемию всеми возможными способами надо снизить. Первое. Снизить процесс образования аммиака в кишечнике. Применением средств, которые здесь перечислены, мы тоже чуть подробнее поговорим. Лактулоза, антибиотики, ну и еще ряд других средств. Повысить обезвреживание аммиака в печени применением препарата ЛОЛА, да, Л-Арнитин, Л-Аспартат. И повысить связывание аммиака сыворотки крови применением бензата и фенилацитата натрия. И ингибиторы протолиза, они являются фоном совершенно обязательным. Итак, лактулоза. Это первое и главное, без чего в лечении печеночной энцефалопатии абсолютно не обойтись. Это неадсорбирующийся дисахарид. Либо сейчас еще появился неадсорбирующий углеводородный спирт лактитол, который практически не обладает побочными действиями и действует быстрее, чем лактулоза. Это питательный субстрат для сахаролитических бактерий, которые охотно начинают и быстро размножаться в кишечнике. И для своего развития им необходим аммиак, который они активно поглощают и, кроме того, подавляют синтез аммиака Денова. При приеме внутрь, а он применяется, собственно говоря, только внутрь или перорально, или если состояние больного не позволяет, то путем клизмы. Внутри кишечника он метаболизируется с образованием молочной, уксусной и муравьиной кислот. Снижает PH кишечника. Целевой PH должен быть хотя бы 6. Повышает осмолярность внутрипросветного содержимого, что вызывает послабление стула. Цель вообще достичь у пациента с энцефалопатией 2-3-кратного в сутки стула. Снижает продукцию и всасывание аммиака, ну и вот ускоряет пассаж по желудочно-кишечному тракту. Достоверно показано, что прием лактулозы достоверно улучшает когнитивные способности пациента. Доза. Если перорально, то 30-40 мг 4 раза в сутки. Если в клизмах, то растворяется 300 мл на 700 мл воды. Ну и естественно там в положении Тренделенбурга все как положено, все это вводится. Эффективность практически равная. Лактулоза не обладает побочными эффектами, свойственными неомицину. И рекомендован для лечения печеночной энцефалопатии как американским, так и европейским обществом по лечению заболеваний печени. В 2014 году эти рекомендации опубликованы. При рефрактерности к терапии лактулозой рекомендуется ограничение экзогенного белка до 1 грамма на килограмм массы в сутки. Особенно при далеко зашедших стадиях энцефалопатии. Но только на ограниченное время. Раньше ограничение белка было практически навсегда светило пациенту. Значит сейчас только в первые 10 дней лечения рекомендуется это ограничение. С последующим увеличением до 1,5 грамм на килограмм в сутки. И с последующим переходом до нормального потребления белка. Ну и продолжая мысль о том, что диета должна быть калорийной не менее 2,5 тысяч килокалорий. И предпочтение отдается растительной диете. Почему? Потому что допускается молочный белок, поскольку он достаточно хорошо переносится. Благодаря низкому содержанию ароматических аминокислот и снижению тому, что растительная диета в большей степени способствует снижению PH в кишечнике. А ароматические аминокислоты, как мы знаем, являются предшественниками ложных медиаторов и будут усугублять энцефалопатию. Рекомендуются аминокислоты с разветвленной боковой цепью по понятным причинам, потому что их относительный уровень более высокий способствует увеличению мышечной массы, а в скелетной мускулатуре тоже активно происходит детоксикация аммиака. Антибиотики при лечении печеночной энцефалопатии. Цель антибактериальной терапии – воздействовать на микроорганизмы, которые продуцируют азотистые соединения в просвете желудочно-кишечного тракта. Неомицин до 6 грамм в сутки. Но в последние годы в рандомизированных контролируемых исследованиях было показано, что прием неомицина, к сожалению, во многих случаях равноценен приему плацебо. И, кроме того, он вызывает развитие ототоксичности и нефротоксичности. Метронидозол, без которого тоже никак не обойтись, вызывает периферическую нейротоксичность. Ванкомицин – хороший препарат, но, к сожалению, у наших пациентов, наверное, наиболее нефротоксичный. Причем вот эта нефротоксичность, она повторяется у пациентов и имеет более тяжелую форму при каждом последующем назначении ванкомицина. И единственный препарат, который вот этим всем не обладает антибактериальная – это рифоксимин по 400 мг 3 раза в сутки. Этот препарат сейчас есть и на отечественном рынке под другим названием. Но обладает всеми плюсами вышеперечисленных препаратов, но практически имеет минимальные побочные действия. Возможно, его сочетание с лактулозой. Кто-то, какие-то авторы рекомендуют, какие-то рекомендуют назначать или то, или другое. Но вообще механизм действий у них совершенно разный, поэтому побочные эффекты не потенцируются, поэтому совместное назначение их вполне оправдано. Лола, о которой мы говорили, способствует переводу аммиака в мочевину и глютамин. Рекомендуется, безусловно, до 40 г в сутки перорально или внутривенно. Бензат натрия при врожденных нарушениях ферментов орнитинового цикла, когда аммиак не может в печени превратиться должным образом в мочевину, или его избыток не позволяет осуществить нормальный метаболизм мочевины, и повышает экскрецию аммиака с мочой. Акарбоза, гипогликемическое средство, снижает рост протолитической микрофлоры. И флумазенил, антагонист бензодиазепиновых рецепторов, рекомендуется в том случае, если мы предполагаем в качестве причины печеночной энцефалопатии, прием или передозировку бензодиазепинов, седативных и снотворных лекарственных средств. Но мнения по поводу флумазенила тоже очень различны, и многие авторы сомневаются в целесообразности его назначения, хотя во многих источниках пишут о положительном действии флумазенила, но фармакокинетика его такова, что он метаболизируется очень быстро, и поэтому эффект его действия очень короток, поэтому отсюда может быть и такой скепсис по поводу него. Значит, следующий вот этот слайд отражает, наверное, наиболее серьезные варианты течения печеночной энцефалопатии. Это, наверное, больше удел реаниматологов со всеми транскраниальными манипуляциями. Если это развивается, то, конечно, пациент должен по возможности быть переведен в специализированное нейрореанимационное отделение. Если это невозможно, то рекомендуется введение манитола в дозировке до грамма на килограмм болюсом, но болюс – это условное назначение, главное, что манитол должен быть введен очень быстро. Вот эта доза должна быть введена в течение 20 минут, не более, чтобы создать ту астматическую концентрацию, когда манитол, внутрисосудисто введенный, будет работать. Гипертонический раствор хлорида натрия при высоком риске развития отека мозга и целевой натрий сыворотки должен поддерживаться на уровне 145-155 милиэквивалент на литр. Витамин К обязательно, независимо от стадии энцефалопатии, от уровня тромбоцитов и состояния питания. Если все это не позволяет, то необходимо переходить к экстракопоральным методам детоксикации. Спорные вопросы. Барбитураты назначать, не назначать, но если есть печеночная недостаточность и уж тем более энцефалопатия, конечно, от барбитуратов, седативных и наркотических препаратов по возможности надо либо отказаться, либо минимизировать. Известно, что они снижают интракраниальное давление. Так вот, только при неэффективности других средств снижения интракраниального давления рекомендуются барбитураты. Многие авторы, хотя мы говорили о целесообразности применения аминокислот с разветвленной боковой цепью, тем не менее много работ есть в литературе, в которых высказывается сомнение в истинной целесообразности этой группы аминокислот. Ограничение экзогенного белка, но об этом мы уже говорили. Кортикостероиды рекомендуются только при доказанном аутоиммунном варианте гепатита и никогда более. Гипотермия рекомендуется только в период подготовки к трансплантации печени. И еще один спорный вопрос по назначению цинка. Цинку сейчас тоже посвящено много работ. Он является катализатором в процессах синтеза мочевины. Но то ли он работает, то ли не работает, на самом деле пока не доказано. Работ много. Я обращаю ваше внимание на то, чтобы вы на это обращали внимание, извините за тавтологию. И что цинку уделяется большое внимание. Но, так сказать, пока это вопрос спорный. Лечить ли минимальную печеночную энцефалопатию тоже является предметом дискуссии. Тем не менее, большая часть литературных ссылок рекомендует введение триады препаратов. Гептрал, гепомерц и лактулоза. Во всяком случае, побочных эффектов при назначении этой триады, скорее всего, не будет. А польза, безусловно, будет. Ну и если все, что мы сделали, не помогает, то экстракорпоральная терапия острой печеночной недостаточности. Здесь представлен, вот на этом слайде, представлен один из двух имеющихся вариантов, собственно, экстракорпоральной терапии печеночной недостаточности. Метод очень хороший, сочетает в себе сразу четыре процесса. Имеет недостатки. Один недостаток требует большой дозы антикоагулянтов. Второй недостаток очень небюджетный. Дорогое удовольствие, прямо скажем. Методик 2, Прометеус и Марс, обе примерно сопоставимы по стоимости. Но если все возможно и нет противопоказаний, то эффект хороший. Если это недоступно по любой причине, то любой другой метод, вернее не любой другой, плазмофильтрация, то есть удаление части плазмы с замещением донорской плазмы тоже целесообразен. Он, конечно, имеет более ограниченные возможности и эффективность. Но самое главное, что большая часть вот этих печеночных токсинов связывается с альбумином. И поэтому удаление вот этой белковой части плазмы с заменой на донорскую может, по крайней мере, дать выигрыш во времени и увеличить шансы пациента. Если это тоже не помогает, то клеточные технологии или трансплантация костного мозга. Для онкологических пациентов до недавнего времени это была практически табуированная тема. Сейчас все больше появляются публикации об успешной трансплантации печени онкологическим больным. Прежде всего это больные солидными опухолями. И даже наличие у пациента вирусного гепатита не ухудшает пятилетней выживаемости после трансплантации печени. Естественно, пока число пациентов достаточно ограничено, но это перспективно и, наверное, это будет развиваться. Развиваться. Благодарю за внимание. Заключительный слайд мне хочется.